Сеть умных остановок дополнили 8 комплексов на общую сумму более 10 миллионов рублей. Все они расположены на улицах Городская и Ахмадеева. Для безопасности горожан и самих павильонов внутри помещения установлены системы интеллектуального видеонаблюдения, обогрева и кондиционирования, зарядка для мобильных устройств и Wi-Fi. Попасть внутрь и выйти на улицу можно, нажав специальную кнопку. А с 17 января автобусы номер 8 и 9 изменили траекторию своего движения. Так что теперь жителям нового микрорайона не придется добираться до пункта назначения на такси или с пересадками. Раньше автобус ждал по часу, сейчас намного меньше. Раньше на такси все время ездил, а сейчас если выходить по времени ровно, то прям нормально будет. Получается без 5-8 уходишь, да и нормально, прям вовремя приезжаешь в колледж. Я пересадками ездила сюда, сейчас вообще удобно. Идите в школу добираться, или вот у меня внуки ездят на Дзержинске, там у них кружки, вообще хорошо им добираться. В ближайшее время у Дворца Творчества планируют установить еще один павильон. В нем же будет открыт пункт приема вторичного сырья. К слову, первая умная остановка появилась в Нефтекамске в 2019-м. Сегодня их 13. Внешне они незначительно отличаются друг от друга, но имеют схожее наполнение. Ждать свой автобус жителям 24-го микрорайона теперь стало намного комфортнее. Жаль только, что подходы к остановкам часто завалены снегом. Да и соблюдение графика движения автобусов пока оставляет желать лучшего. Александра Котикова, Никита Веприков. Время новостей.